На прошлой тренировке я тебе задавал вопрос про замок колена. Как разомкнуть колено? Да. Короче, ты все неправильно поняла. Ты все неправильно? Да. Вопрос. Человек, да, ходит, она переваливается, размыкает колено. А как сесть сразу два колена? Ну, то есть, может, техника какая есть? Потому что, пока не обокрусь там, на все, потом выщелкиваю. Ну, то есть, надо, чтобы сесть, как она объяснила, надо, наоборот, перегнуться таз вперед, чтобы выстрелили колени, повиснуть на руках, потом сесть. То есть, у человека колени замыкает, пока она ходит, все хорошо, а для того, чтобы сесть, из-за того, что колени максимально ушли туда, то есть, она таз пытается вытолкнуть назад, а они не выстрелили. Да, 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 и наоборот таз вперед, чтобы они выстрелили, повиснут на подунах и потом присесть. Ну, либо упражнение, может, так есть на тренировку, либо какая-то техника. Я, короче, начну, а ты будешь рассказывать, хорошо? Поднимаем плечи максимально вверх, поднимаем, опускаем максимально вниз, выполняем 15 раз. Ответ на вопрос. Значит, смотрите, когда переразомкнуты колени, прям туда их вот назад убрались, забочки, да, и вы пытаетесь присесть, когда вы будете уводить таз назад, получается, что они как-бы не выстрелили. Да, и, естественно, вам нужно сначала подумать, что вы колени выталкиваете вперед, то есть, у вас присед не попу назад, отставляем, как будто садимся куда-то далеко на суху, а вы как-будто приседаете на корточках, да, то есть, вот, вот в этот присед вы приседаете, вы делаете движение немножечко вперед, да, пытаетесь таз подать слегка вперед, то есть, вот я специально несколько раз показываю вот это вот движение ногами, пытаетесь вытолкнуть и сассоциировать свою мысль с тем, что вы коленями пытаетесь дотянуться до какой-то стенки. Прям так, чтобы они плавно у вас согнулись, скорее всего, не будет. Мы уже много раз говорили о том, чтобы, в принципе, вот эти вот выстреливания колен, когда они переразгибаются. Это не очень хорошо для крестообразных связок коленного сустава, поэтому, если у вас все-таки есть возможность тринтовать колени таким образом, чтобы они туда не переразгибались, и вы при этом достаточно уверенно чувствуете себя в ходьбе, то лучше поберегите свои колени и делайте правильно. Если же все-таки нет, то да, вам нужно либо как-то разгружать руки, да, прям, ну, руки, ноги точнее, да, повиснуть, чтобы они были не в замке, не несли полную нагрузку на ноги, вы и в этом случае вы сможете полностью согнуть колени. Либо попытаться сделать, как Дима спросил на счет упражнения, да, вот это вот движение просто возле шведской стенки, например, возле какого-то упора, да, где вы будете понимать, что вот получается у вас вот такое движение сделать, да, или нет. Не до конца замок становиться, а так вот попружинить, да? Да, слегка попружинить. Нет, замок она все равно будет становиться, потому что когда она походила, ноги уже привыкли, замки туда замкнулись и ушли. А потом подойти к какому-то предмету, там, к шведской стенке, если есть, придерживаясь руками и попытаться вот поотрабатывать вот это движение не через силу, а осознанно, потому что вы даете через головной мозг импульс своим ногам, если у вас все-таки хоть какие-то движения есть, по идее они должны чуть полегче расщелкнуться. Либо берегите себя и бинтуйте изначально свои колени для того, чтобы они не переразгибались максимально туда. И ответьте, пожалуйста, получилось или нет, мне будет интересно прочитать. Короче, надо туторы, либо бинтование, тогда будет просто бинт, у вас все равно, наверное, колено переразгнется при бинтовании, при шинировании, но тогда легче будет вот этот вот сам выстрел. Да, да, паршин, паршин. Субтитры сделал DimaTorzok